Во имя Иисуса Христа мы обратимся сейчас к Слову Божьему. Евангелие от Матфея 6,33. Мы читаем. Ищите прежде Царство Божие и праведности Его. И это все, все остальное, оно приложится вам. Сегодня у нас особый день. Особый день, когда дети, найденные и призванные Иисусом, дети Божьи, вернее люди в этом мире, становятся детьми Божьими, посвящают свою жизнь Господу Иисусу. И свидетельствует, таким образом, чрезвотное крещение о том, что в дальнейшую свою жизнь они хотят идти по пути своем, или том пути, который Бог проложит для человека вместе с Иисусом. Когда человек заявляет, что он не хочет дальше идти один, он хочет идти вместе с Иисусом. И, конечно же, этот день, это событие, которое сегодня будет, оно называется в Библии крещением. Иисус Христос был крещен, когда Ему было 30 лет. В 30 лет Он крестился в сознательном возрасте. Является ли водное крещение по-прежнему актуальным? И насколько это важно для нас сегодня? Актуально ли это для людей, живущих в последнее время? Зададимся сегодня этим вопросом. Итак, Господь говорит, кто будет веровать и креститься спасен будет. Одним из главных условий крещения или заключения завета с Господом является вера. Потому что смысла нету никакого заходить в воду без веры. И поэтому необходима вера человека в Бога. И мы много раз говорили о том, что такое вера. Что такое вера. Много есть разных определений веры. У каждого, наверное, два-три в голове витают. Но когда мы смотрим на это определение сквозь призму Евангелия, то есть главное определение из множества определений. Вера есть доверие. Доверие, которое основано на познании Бога. Я думаю, вы согласитесь со мной, что невозможно доверять тому, кого не знаешь. Если человек не знает Бога, но говорит, я верю, что там какая-то сила есть, я верю, что там на небе Бог есть, то это всего лишь слова, это абсолютно не вера. А то, что человек знает, что там на небе Бог есть, на самом деле человеку такому не холодно и не горячо. Но есть и есть. Доверие, оно подразумевает нечто большее, чем просто понимание того, что есть Бог. Оно подразумевает познание Бога в первую очередь. Именно когда познает человек Бога, когда он исследует Писание, он начинает видеть не просто Бога до неба, а он начинает видеть Бога, участвующего в историческом контексте Земли, Бога, участвующего и в жизни человека, и в том числе жизни каждого из нас. И в виде этого участия, человек начинает понимать Божьи планы, Божье видение, Божью мечту. И Божья мечта, она в том и заключена, чтобы каждого из нас увидеть на небе, чтобы дети наши были спасены, чтобы мы вместе с нашими близкими, со всеми теми, кого мы любим, чтобы мы все были в вечности. И Бог для этого делает все, чтобы его мечта осуществилась. И поэтому, познавая Бога, мы такого Бога начинаем любить, такому Богу начинаем доверять. И нет никакого смысла креститься, не имея веры. Но недостаточно, братья и сестры, знать Бога. Да, на основании познания мы начинаем доверять Ему, но это доверие невозможно, если не будет личных взаимоотношений с Ним. Согласны с этим? Если нет отношений, какое может быть доверие? Это все равно, что когда муж, уезжая в командировку за границу, говорит, дорогая, я тебя люблю. И через 4 года, 4 года ничего не пишет, не звонит, и тут через 4 года он присылает смс-очку, я все продолжаю тебя любить. Проснулся, да, муженек, проснулся. Ну, возможно ли сохранить эту любовь, когда нет отношений? 4 года не звонил, не писал, тут он вспомнил, что у него есть жена. Любовь и доверие, оно поддерживается отношениями. Вы знаете, если нет отношений, то вера, она, знаете, она как доверие не стоит на одном месте. А доверие или развивается, или увядает и гаснет. Для того, чтобы сохранить это доверие, необходимо отношения. И Господь говорит, кто будет веровать. И далее говорит, но нужно еще и креститься для спасения. Зачем это нужно? И мы в контексте наших размышлений будем говорить, а зачем креститься? Почему Бог имеет это видение? Почему Он говорит о важности крещения? По словам Иисуса, все Его последователи должны быть крещены. Все, кто последовали за Иисусом, должны быть крещены. Какое было одно из последних поручений, которые Иисус дал Своим ученикам? Я бы сказал, вот это поручение завещанием. Обычно перед смертью или в последние моменты жизни человек не говорит о пустых вещах, не имеющих значения. А говорит о важном. И Иисус, перед тем, как вознестись на небо, говорит о важном. Он говорит, ищите, идите, научите там все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть, Он говорит о важности, чтобы человек, который научен, был крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа. И так, научить людей. Как важно, чтобы человек не просто какой-то букве закона был научен, а чтобы человек в процессе этого обучения, в процессе поиска истины, увидел главное, увидел любящего и спасающего Бога. И выстроил отношения с Ним. Вот чему должен быть научен человек. Чтобы у человека были выстроены личные взаимоотношения с Иисусом. Сколько методов крещения рекомендуется в Библии? Один Господь, одна вера, мы читаем, и одно крещение. Не в смысле количества, человек может два и три раза креститься, а в смысле формы крещения, то есть полное погружение в воду. Слово крещение в буквальном переводе означает погружать или погружаться. Оно происходит от греческого слова «баптиза». Таким образом, крещение – это есть просто погружение, погружение в водную могилу. Одно истинное крещение Библии – крещение в воде с полным погружением в воду. Если кто-то пережил крещение окропления, там, я знаю, в Индии розами там крестят. Как-то видел я на ютубе крещение в Индии. Розами, лепестками роз посыпают. Но это не библейское крещение. Библейское крещение – это полное погружение в воду. Учитывая, что сам Иисус был 30 лет крещен, полным погружением в воду, то крещение младенцев было придумано людьми. Оно не было определяемо пророками или Словом Божиим. И мы читаем, давайте мы откроем сейчас, Марка 1 главу, 9-10 стих. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордании. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающиеся небеса, и духа, как голубя, сходящего на него». Итак, Иисус был крещен в воде с полным погружением, и он был взрослым. Что представляет символ воды? Мы читаем, «Встань, что ты медлишь». Итак, «Что ты медлишь? Встань, крестись, и омой грехи твои, призывав имя Господа Иисуса». В контексте вечера очень часто мы размышляем об этом, когда говорим, что вода – это есть символ чистоты, символ и прообраз чистоты. «И омой грехи твои», призвав имя Господа Иисуса. Если вы хотите, чтобы ваш грех был, грехи, обиды и разочарования были смыты, иметь новый старт в жизни, то почему бы не рассмотреть вопрос о крещении? Если есть здесь, конечно, люди, которые еще не крещены, задумайтесь над этим, потому что в этом есть воля Божья. Мы читаем в Римлянам, в шестой главе. Итак, мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Итак, вода или будь то любой водоем в контексте крещения является в каком-то смысле водной могилой, когда человек погребается буквально в смерть. С ним это с кем? С Христом. Потому что Иисус умер, и благодаря его смерти мы имеем надежду на воскресение из мертвых. «Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Именно воскресение из мертвых, воскресение Иисуса является той надеждой, о которой мы в субботней школе говорили сегодня. Иисус воскрес. Таким образом, Он дал нам надежду, что и спасенные однажды будут воскрешены из мертвых. Такой же прообраз и в духовном смысле. Человек в водной могиле умирает для греха и воскресает для новой жизни в Иисусе Христе. Подобно тому, как Иисус умер, был погружен, а затем воскрес, так новый христианин умирает для прежней жизни греха, похоронен под водой в крещении, а затем поднимается, чтобы жить новой жизнью в Иисусе Христе. Итак, смерть – это смерть старой жизни. Христианская жизнь – не только вопрос того, чтобы быть хорошим человеком, это смерть старой греховной жизни. Человек умирает для греховной жизни. Конечно же, поэтому не имеет смысла крестить, желающих креститься, если вы не готовы, чтобы ваша старая жизнь осталась в прошлом. Если человек не хочет жить по-новому, то в крещении нет никакого смысла. Итак, смерть для прошлой жизни. Какой памятник в Священном Писании символизирует смерть, погребение и воскресение Иисуса? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились? То есть, мы, те, кто заключают завет с Богом, те, кто крестятся, они делают заявление, что верят в то, что Иисус умер лично за Него. И сегодня те люди, которые будут креститься, они как бы перед небом свидетельствуют о своей вере в то, что Иисус умер и воскрес для них. Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Ее Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. А также человек, который крестится и заключает завет с Богом, он свидетельствует также о воскресении Иисуса и о своем желании жить новой обновленной жизнью. Итак, второе главное значение крещения – это новая жизнь в Иисусе, новая жизнь в Иисусе Христе. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. О чем вам этот текст говорит, братья и сестры? Во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Жить Его жизнью, носить имя Христа, Его праведности, Его славой. То есть человек, который заключает с Богом завет через водное крещение, он делает заявление Господи, «Я хочу облечься во Иисуса. Я хочу ходить во Иисусе, и чтобы Иисус жил и ходил во мне». Вот что означает крещение для нас. Когда мы крестимся, мы, во-первых, крестимся во Иисуса, а это означает, что мы принимаем Его как нашего лучшего друга и личного спасителя. Я думаю, что вы, дорогие братья и сестры, те, кто заключили ранее завет, я думаю, что вы не жалеете об этом. Предавал ли вас Иисус хоть раз в жизни? Нет. Признаем ли мы, что Он другом является? Самым лучшим другом для нас. Самым лучшим другом. Самым лучшим. И Богом нашим, и другом нашим. Аминь. Аминь. И мы будем слушать сегодня, как наши друзья, молодые люди, которые засвидетельствуют сегодня об этом, что Иисус является их личным другом. Как вы узнаете, что готовы? Готовы ли вы к крещению? А как узнать? Готов ли человек к крещению или не готов? Во-первых, если он верит от всего сердца, да и познал его, Иисус, и доверяет Ему. Когда вы любите Иисуса, и Он является центром вашей жизни. То есть, вера и любовь. Есть ли у человека любовь к Иисусу? Следующее. Когда вы приняли Иисуса как своего личного спасителя. понимание, осознание, что Он не просто за кого-то умер, а за меня умер. Вот это понимание и есть, осознание этого и есть, рождение свыше. А крещение есть только видимое свидетельство того, что человек ранее уже был рожден свыше. Когда вы пережили новое это рождение, сокрушение грехе, когда человек понимает, что мой грех разорвал его сердце, и человек понимает, что дальше так быть не может, нужны перемены, нужна новая жизнь в Иисусе Христе. Когда вы понимаете и верите в учение Иисуса Христа. Невозможно войти в отношение завета с Господом, не приняв и не применяв в жизни свои учения Иисуса. Потому что Иисус, Он понимает, что для того, чтобы человек прошел этот путь, путь как жизнью спасенного человека на земле, Он должен применять в жизни все то, что учил Иисус, чему Он учил. И мы понимаем, что учение Иисуса Христа, оно способствует нашему преобразованию, вырабатывает в нас терпение, снисхождение к людям, изменяет нас полностью. То есть этот путь, путь верующего человека, он является спасительным, потому что он в принципе меняет изнутри нас. Когда вы согласились отвернуться от греха и жить с Иисусом, если есть такое желание, то человек может принять крещение, потому что он с Иисусом дальше желает жить, вдали от греха. Вы знаете, чем праведник отличается от грешника? И тот, и тот грешник. И того, и того Библия называет грешник, потому что нет абсолютно безгрешного ни одного. Но одни грешники убегают от греха к праведности, бегут к Иисусу, а другие грешники от Иисуса убегают, от его праведности, чтобы не видеть его праведности. Они убегают, хотя и те, и те грешники. Ну, вот это направление разное, куда эти люди движутся. Не ждите, пока вы почувствуете, что достаточно хороши. Бог любит вас, и крещение является началом вашего духовного пути. Господь не говорит, ты стань лучше, ты стань идеальной, стань неким абсолютом, а потом приходи поговорим. Он принимает нас такими, какими мы есть. И мое любимое обетование, приходящего ко мне не изгоню вон. Ты приди ко мне таким, какой ты есть. И уже рядышком со мной, находясь вместе, мы пойдем вместе потихонечку, потихонечку пойдем. И я помогу тебе стать лучше. Бог не хочет, чтобы мы оставались такими же, какими мы бы пришли к Иисусу. Но Бог хочет, чтобы вместе с Ним мы пошли, и Он поможет нам стать лучше. Имеет ли крещение вообще какое-либо отношение к присоединению к церкви? И мы читаем, и так охотно крестившиеся, охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. Господь же ежедневно предлагал спасаемых, мы читаем, к церкви предлагал. Для чего Ему все это нужно? Богу. Почему Он именно к церкви прилагал спасаемых? В чем план, в чем смысл, логика Божья? Так оно же несовершенное, сестра Тамара, это тело. Вы все несовершенные, неидеальные. Для чего? Вы знаете, Бог знает, что одному человеку трудно выстоять в этой борьбе. Трудно. Поэтому Бог всех нас, друзей, по несчастью собирает и стремится сделать счастливыми. Потому что, знаешь, что когда мы вместе, почему Он и говорит, даже где двое или трое, да, нигде один, а где двое или трое? И подвоенно посылал на проповедь. Он создает некий духовный социум, где потихонечку меняет всех нас. Бог понимает, что даже помните эти слова, двоем лучше, нежели одному. Да? Да, двоем лучше, нежели одному. Что нам легче выстоять в этой борьбе, когда у нас есть братья, сестры, духовная семья. И порой даже в духовной семье больше понимают, я не знаю, испытали ли вы это. То есть, хотя в духовной семье разное бывает. Бывает и не понимают. Такое бывает. Когда Иисус жил на земле, не очень-то его и родная семья, и даже духовная семья не очень-то понимала. До того, как они родились свыше. Да. Носите премена друг друга, да. Но есть еще одно, для чего Бог в семью собирает. Чтобы через свою духовную семью возвестить эту весть об Иисусе, весть Евангелия миру. Чтобы его семья была способна быть благословением для этого общества. Для людей. Да. Он и есть глава тела церкви. Братья и сестры, церковь – это не акционерное общество. Она не принадлежит людям. Руководителем церкви является Господь. Церковь Адвентистов 7-го Нальчик, города Нальчик, принадлежит Господу Иисусу. И именно поэтому, когда мы приходим сюда, мы должны понимать, что это его церковь, и мы призваны созидать его тело. Созидать, не разрушать. И все это дело для того, чтобы выстраивать эти отношения, основанные на любви, на понимании, милосердии. Итак, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Поэтому, когда человек заключает с Богом завет, он присоединяется к телу Христову, к его семье. Да, не идеально, не абсолютно, но это Божья семья. Поэтому добро пожаловать, братья и сестры, любите свою семью, я хочу обратиться к тем, кто уже живет в этой семье. Любите свою семью. Сегодня в субботней школе сказали, вспомнили о нищих духах, блаженной нищей духом. То есть, счастливы те, кто постоянно осознают свою духовную нищету. Осознание этого мотивирует человека к переменам, к преобразованию, к изменению. А также крещение есть отношение завета. Когда человек входит в особые отношения завета. Любой завет, он основывается на неких условиях. Согласны? Ну, вспомните молодость, когда вы замуж выходили или женились, то ставили ли вы там будущему супругу или супруге условия. Будешь ли ты со мной в болезни, а когда состаримся, давай будем заботиться, ухаживать о друг друге, да? Так все красиво вначале бывает, да? А потом начинается, к сожалению. Каждый начинает одеяло на себя тянуть. Я думал, ты будешь помогать мне, служить мне. А она говорит, а я думала, что мы друг другу будем вместе служить. А тут я вроде как служанка здесь. А ты почему? Где зарплата? И пошло, поехало. Ну, знаете, чем обычно такое заканчивается, такие вот это, такие отношения. А вначале все как красиво. Ну, такая любовь. Все красиво. Я бы предупреждал, оставил ты первую любовь свою. Повернись. Церковь. Я помню, как однажды один молодой парень решил засватать невесту. Она член церкви была, а он нет. И он пришел в церковь, тоже пастора уговаривает. Да я, я там Леночку свою так буду на руках носить, так буду заботиться. Да я не буду запрещать и в церковь ходить. Она у меня самая принцесса, самая красивая, самая умная. На руках буду носить ее. Все красиво пелось. А потом, когда дети родились, а закончилось все трагично. Все закончилось трагично. Пьянки, ревность и закончилась разводом. Всегда отношения завета, они строятся на условии. Как между женихом и невестой, так и между Господом и церковью. Совершенно верно. Помните эту историю, да? О Никодиме. Мы много раз заостряли внимание. Она наиболее лучше, на мой взгляд, раскрывает, что такое крещение, что такое рождение свыше. Ищите прежде Царствие Божие. Это Матвей 6.33, мы говорили об этом. Чего мы призваны искать, братья и сестры? Царство Божие искать. А где его найти, это Царство Божие? Оно где? Это в Иерусалиме, в Ватикане. Куда поехать-то? В сердце. Мы должны, или Бог его должен в нас, это Царствие Божие, сделать? Когда мы читаем праведности, в оригинале стоит праведность, ищите праведности. Да где ее найти, эту праведность? Только в Иисусе можем найти эту праведность. И только Иисус может наделить нас этим достоянием. А вот все остальное, то, чего мы ищем, решение многих бытовых вопросов, проблем, Бог говорит, все остальное, все, Он и смотрит. А вы, как христиане, ищите этой праведности в Иисусе. Ищите Царствие Божие. И вот, не знаю, ну нету в Библии, наверное, лучшего места, чем третьего глава Евангелия Теана, который раскрывает, по крайней мере, она ставит таким побуждающие вопросы к перемене, задуматься над тем, а что такое это Царствие Божие? Ищите Царствие Божие. Я хочу несколько слов об этом сказать сейчас. Ну вообще, это непонятно, зачем Иисус фарисею этому, Никодиму, Он об этом говорит, тот, который думает, что Он все знает. С чего там начался этот диалог, помните? Мы знаем. Там Он говорит, мы чего-то знаем. Никодим думает, что Он чего-то знает. Или Ему кажется, что Он что-то знает. Но в процессе диалога Иисуса с Никодимом выясняется, что Он многое знает, но Он не знает то, что действительно нужно было бы Ему знать. многое знает, а главного Он не знал. И поэтому Он не был рожден свыше. Поэтому Он не жил в Царстве Божьем. И Он даже Его не видел. И помните, Иисус сказал Ему, третий стих, третий стих, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Бог говорит, ищите Его, Царствие Божие, и праведности Его. Нужно так искать, так прилагать усилия в поиске, чтобы Его увидеть. Но вот сестра говорит, что она Его видит в сердце своем, внутри себя. Увидеть Царствие Божие. И дальше, пятый стих говорит, Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. То есть, не только увидеть, то есть, конечно же, поиск, начало пути, надо искать, да? И люди начинают искать. И мы все, может быть, ищущие, кто-то, может быть, уже нашел. Кто может сказать, я нашел Царствие Божие, я его искал и нашел. Кто может сказать, я нашел? А? Искал, искал. Брат Виктор, мы не должны искать так долго, вы что? Мы должны уже войти, это они там еще, кто-то, может быть, ищет, там, в горах кто-нибудь там. А мы должны уже войти, недостаточно уже, это уже, поиски, это задний уже, это прошлый этап. И мы говорили о том, что значит Царствие Божие, и говорили о том, что для того, чтобы найти Царствие Божие, нужно родиться от Духа и воды. И мы говорили, я не буду сегодня вновь заострять внимание, что такое рождение свыше. Мы об этом много говорили. Это, помните, кто не знает, то прочитайте, пожалуйста, книгу Чисел, 21 главу. И 14 стих потом дома прочитайте, о том, что объясняет, что такое рождение свыше. Мы идем дальше. Для нас уже важно войти в Царствие Божие. И вот те, кто не родились от воды и духа, они не только не увидят, но еще и не войдут, говорит Иисус в этой главе. То есть, для того, чтобы увидеть и войти, нужно рождение свыше. Нерожденный свыше человек не только не войдет, но и не увидит Царствие Божие. И это правда, братья и сестры, так оно и происходит. Итак, что такое увидеть Царствие Божие, братья и сестры? Что такое увидеть Царствие Божие? Расскажите, пожалуйста. Нет, я не думаю, что сперва крещение надо принять. Нет. Помните, мы говорили, что первичное, рождение свыше или потом крещение? Или при крещении человек рождается свыше? Совершенно верно. Человек сперва рождается свыше, от Духа Святого. И мы говорили, все-таки надо будет, наверное, кратце скажу. Никто не назовет Господа как через Духа Святого. Дух Святого уже коснулся, когда он живет. То есть, крещение, братья и сестры, важно понимать, это видимое свидетельство того, что человек уже родился свыше, от Духа Святого. Я вообще не представляю, как человек, нерожденный свыше, может в воду войти. Это немыслимо. Вот почему Библия не говорит о крещении младенцев ничего. Человек, рожденный свыше, должен уже в воду войти. Он уже должен быть похоронен, его грехи должны быть похоронены в воде. А само крещение есть свидетельство. Когда человек свидетельствует перед церковью, перед своей совестью и небом, что он уже ранее родился свыше. И помните, кто может вкратце дать определение рождению свыше? Кто может дать определение? Хорошо. Где Иисус отвечает на вопрос в 3 главе Иоанна? 3.14 И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому. Вот ответ Иисуса. Что такое рождение свыше? Это ответ Иисуса Христа. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому. Когда они, помните, взирали на этого медного змея. Что они видели, когда взирали на медного змея, братья и сестры? Что они видели? Они видели свою собственную греховность. Совершенно верно. Они видели зло, которое их жалит. Взирая на зло, которое их жалит, на эти медного змея, они начинали видеть свое собственное зло, собственную греховность. И Бог говорит, точно так же должно вознесено быть сыну человеческому. Что должен увидеть человек сегодня, взирающий на Голгофу? Аминь. Аминь. И вот это происходит до того, как человек входит в воду. Взирая на Голгофу, человек осознает, что мой собственный грех остановил сердце, разорвал сердце Иисусу. Это и есть рождение свыше. Хочу сказать, чтобы мы не путали путь освящения с рождением. Рождение это только начало. Согласны? Это только начало этого духовного пути. Это не конец уже, когда человек уже моментально изменился. Это момент. И он, конечно, бывает, каждое утро происходит, когда мы взираем на Голгофу в этот момент. А уже процесс преобразования это процесс, это освящение. И вот Иисус Никодиму говорит, если кто не родится, не осознает своей греховности, что его грех распел. Конечно, в тот момент, когда Иисус говорил, он еще живой был. Потом Никодим понял, через три года. Понял. И потом он увидел Царствие Божие. Он увидел Царствие Божие. Итак, что же такое Царствие Божие, которое Бог говорит, ищите? Это в первую очередь царствование Бога. Царствие Божие это царствование Бога. Увидеть то, как Бог царствует в твоей жизни, когда Бог является твоим царем. Понимаете, да, братья и сестры? Увидеть, а как Он в твоей жизни участвует, Бог. недостаточно, согласитесь, недостаточно, наверное, видеть, как Бог там галактиками управляет, небесами, государствами, все держит своих под контролем. А как еще в твоей жизни, как Он о тебе заботится, благословляет, охраняет, направляет, обличает. увидеть весь процесс участия Иисуса в моей жизни. Иисус хотел позволить Никодиму увидеть дальше, посмотреть сквозь чудеса и чтобы он увидел, а что за чудесами происходит. Увидеть, чтобы он увидел Иисуса своим царем. И когда же наступило это царствие Божие, братья и сестры? Когда царствие Божие наступило? Вот видящий царствие Божие, он знает, когда оно наступило. Это просто, когда ты родился свыше, с того дня, может быть, ты его увидел, но оно наступило раньше. В этот момент, в момент рождения свыше, ты начинаешь его видеть, но оно не в этот, не в 22-м году наступило, царствие Божие. Оно чуть ранее наступило. Нет. Нет. Это для вас, вы просто начинаете его видеть. мы говорили об этом, но я повторю. В иудаизме есть понятие о двух веках. Первый – это век нынешний, злой и лукавый век. А второй – это век грядущий, век Царствия Божия. И вот граница этих веков, граница между двух этих веков, есть некое вмешательство Бога в историю Земли, когда Он положит конец этому нынешнему веку злому и лукавому. Вот это вмешательство, вмешательство Бога, это смерть и воскресение Христа. Когда Иисус родился на Земле, то Царствие Божие приблизилось. И Иоанн Креститель, когда пришел перед крещением Иисуса, он говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Оно только приблизилось, оно не наступило еще. Приблизилось. И вот эта граница между лукавым и злым веком, эта граница есть в смерть и воскресение Христа. Именно Его воскресение дало начало новому веку Царствие Божие. То есть, со смерти и воскресения Христа начинается последнее время, начинается эсхатология Нового Завета или наступило Царствие Божие. Вопрос в том, видим ли мы это, видим ли мы Его победителем, искупителем, Царем нашим. Конечно, проблема остается, что нынешний век, он еще этот лукавый, он никуда не исчез, он все еще остается. И князь мира сего дьявол, он все еще пока господствует в этом нынешнем веке. Пока он продолжается, и мы живем в некой аномалии, одновременно в этом лукавом и злом веке, и одновременно живем в Царстве Божьем. Эти два века сосуществуют в определенный период времени, пока не произойдет другое событие, которое мы ждем. это второе пришествие Иисуса Христа. Это второе событие положит окончательный конец нынешнему веку, и окончательно будет установлено уже и на земле Царство Славы. И вот здесь, в этом промежутке, в этом промежутке мы живем, промежутке нашей истории, от Голгофы до Второго пришествия. Вот почему, да, апостол Павел в 11 клаве в первом послании Коринфяна говорит о вечере. Смерть Господню возвещаете, доколе он придет. От Голгофы человек взирает в прошлое, на Голгофу, и одновременно взирает в будущее, доколе он придет. И мы живем в исторический период Лукавого века, но живем одновременно в Царстве Божьем. Мы призваны руководствоваться ценностями и этикой Царствия Божия, и при этом находясь физически на территории еще сатаны. Царствие Божие для рожденного свыше человека начинается сейчас, но окончательно будет установлено при Втором пришествии. Эти и уникальны верующие люди они живут Царством Божиим здесь на земле и поэтому их не понимают. Понимают ли вас в мире, братья и сестры, сталкивались, когда вы какие-то больные, какие-то ненормальные, вы не от мира сего, здесь все врут, крадут, я не знаю, там, живут по обычаям мира сего, а вы какие-то не те люди, вот просто ненормальные люди. То есть они не могут понять, для них это непонятно, потому что они свыше не рождены. Чтобы видеть это Царствие Божие вот здесь на земле, когда мы еще в греховном мире живем, чтобы увидеть, как Иисус царствует в твоей жизни, для этого нужно родиться свыше. Недостаточно увидеть Царствие Божие, братья и сестры. Увидеть можно Бога Царем, но этого недостаточно. Что необходимо? Что там Иисус говорит? Что необходимо Никодиму было? Нет, войти. Не со стороны увидеть Бога Царем, а нужно было войти. И вот теперь кульминация моих мыслей на сегодня, братья и сестры. Истра Оксана, брат Леон, вам хочу сейчас очень важную вещь сказать. Крещение является вот той точкой входа в Царствие Божие. Вы увидели, но нужно войти. И именно крещение является этой отправной точкой. Не как войти, а уже вход в человека. Когда человек входит отношение завета. когда человек заключает завет с Богом, он входит в отношении завета. Он говорит, Господи, я готов с тобой сотрудничать. Я готов идти за тобой, вместе с тобой. И помните, вот мое любимое определение, я его озвучу. Для рожденного свыше человека Бог не в дальней комнате находится. Человек начинает с Богом сотрудничать. О чем же просят в основном рожденные свыше, братья и сестры? О чем они просят Бога? Рожденные свыше люди о чем просят Бога? Брат Олег, ты можешь сказать, вот я у тебя спрошу, ты же рожден свыше? О чем бы ты попросил у Бога? Вообще в жизни самое главное может быть. Аминь. Спасибо. Но ты сказал свое. Да. Спасибо. Деяние 4 глава. Деяние апостола 4 глава. Не будем мы ее все читать. в этой главе ситуация, когда церковь видит угрозы со стороны власти, власть держащих людей, которые запрещают им проповедовать. Ну, в общем, политическая угроза. И они начинают просить у Бога. Они не просят о том, чтобы Бог устранил все эти угрозы, чтобы Бог дал им больше свободы. Они не молятся об обстоятельствах, которые их окружают. Они молятся о том, чтобы в этих обстоятельствах Бог укрепил их. То есть они понимают, что жизнь на земле это не шоколад. Знаете, как одна сестра, которая была крещена в церкви моей, она вышла из церкви, ушла и на своем посте в одноклассниках написала «теперь я живу в шоколаде». Она все, она избавилась от закона, от этих людей, которые казалось бы не любят, от субботы избавилась, от всего того, что казалось ей, что обременяет все это ее, ее свободу. И теперь она живет в шоколаде написала. Рожденный свыше человек, он не просит, Бог устранил все трудности и препятствия, он не просит «Господи, чтобы мне все было легко, все хорошо, чтобы денег было валом, никаких проблем и здоровье было хорошее, чтобы все вирусы, коронавирусы, чтобы прошли мимо меня и не допусти, Господи, чтобы хоть что-то коснулось меня в моей жизни». Тогда вера моя в Бога такого испарится. об этом рожденные свыше просят или силы просят у Бога выстоять. И вот Деяние 4, 29 «Дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое». Они говорят «Дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое». И там результат мы видим в этой главе дальше, 31 стих. «Поколебалось место», братья и сестры, поколебалось место, где они были собраны и исполнились Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Вот о чем они просили. Чтобы воля Божия исполнилась в их жизни. И воля Божия была не в том, чтобы облегчить их путь, чтобы им было легко, абсолютно и комфортно. Боля Божия была в том, чтобы они исполнены Духа Святого при любых обстоятельствах исполнили Его миссию, исполнили Его волю, исполнили Его предназначенный цель для этого тела Христова. Поэтому хочу тем людям обратиться, которые сегодня будут с Богом завет заключать. Не сосредотачивайтесь на том, чтобы Бог решил все ваши бытовые проблемы. Не сосредотачивайтесь на этом. Чтобы вам было комфортно проповедовать, комфортно собираться, чтобы приходя на богослужение, идя на богослужение, вы как бы не думайте об этом, что вы придете и сейчас все будут абсолютно рады вам. Хотя каждому этого хочется. Кто-то может быть и не рад вам. Но я знаю, кто не рад. Вы догадываетесь, кто не рад вам? Дьявол не рад. И он бывает еще и людей посылает. молитесь о Божьей цели, чтобы увидеть это предназначение Божьей в вашей жизни. Божье содействие оно будет тогда, когда мы с Богом научимся мыслить в унисон, когда мы будем сотрудничать с Ним. Братья и сестры, войти в Царствие Божие, это войти в отношение завета с Богом, это войти в сотрудничество с Ним здесь, на этой земле. И вот об этом нужно больше нам молиться, чтобы молитвы наши были этому больше уделены. Переключиться от наших желаний на желания Божьи. Молитва это единственный способ получить понимание, направление, что делать, как делать, куда двигаться. По молитве Бог исполняет Святым Духом человека и совершает чудеса в жизни. Это повод для каждого из нас задуматься. Каким образом через нашу жизнь будет видна работа Святого Духа? Как Бог дальше будет нас вести? Крещение водой должно сопровождаться крещением Святым Духом. Быть крещенным Святым Духом означает быть полностью погруженным со Святым Духом. Чтобы Дух Святой был у вас. А как вы узнаете, что с вами Дух Святой или нет? Как вы это тестируете, братья и сестры, определяете с вами или нет? Некоторые говорят, вот я же слышу его обличение. Я же слышу его обличение. Что это? Как Бог обличает? Но не это главный тест. Аминь. Брат Виктор, я именно это хотел сказать. Уже те перемены, которые Бог произвел у вас. Есть ли эти перемены у вас? Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои. Если кто-то есть, кто еще медлит, кто сомневается в этом, он должен принять это решение, пока он жив. Войти в эти отношения с Господом Иисусом, омыть грехи. Те, кто еще медлят, это вам вопрос. Бог задает, не я. Почему вы медлите? Возможно, что-то недопонимаете, возможно, что-то не понимаете. Итак, в заключении, три тезиса. Крещение является одним из наиболее важных аспектов жизни верующего человека, в том числе и для Бога. Второй, только крещение путем полного погружения взрослого верующего является библейским и отражает смысл символики крещения. И третье, крещение является точкой входа в Царствие Божие, отправной точкой входа в Царствие Божие. Человек уже живет отношениями с Богом, живет Царствием Божиим здесь на земле. Как вы думаете, почему Иисус рассматривает крещение настолько важным? Важно ли? Сопричатность с Богом. Что даже если Он, кто не согрешил, тоже крестился, если Он показал нам пример. Что следует делать, если вы чувствуете, что вы недостаточно готовы для крещения? Когда вы будете чувствовать себя достаточно готовыми? Что вы чувствуете? Достаточно готовым? Риторический вопрос. А означает ли крещение, что вы никогда не будете снова грешить? Если спрошу, у кого получилось после крещения не грешить? Я думаю, наверное, никто руку не поднимет. Ни у кого не получилось. Аминь. Но это начало, мы говорим крещение, это есть начало, начало этого пути. Желаете ли вы следовать примеру Иисуса, иметь новый старт в жизни и начать готовиться к крещению согласно Библии? Если кто не готов еще, задумайтесь над этим, молитесь об этом, чтобы потом настало то время, когда вы скажете Господу да, я хочу Господи войти в эти отношения завета и не просто видеть царствие Божие со стороны, но войти в царствие Божие. Уже здесь на земле жить принципами неба. Пусть Господь каждого из вас в этом благословит, особенно тех, кто сегодня будет заключать завет с Богом и тех, кто уже находится в завете, живет как спасенный человек в царстве Божьем, понимает, осознает Бога своим царем и молится ему, Господи, ты как царь открывай мне волю свою. Пусть Господь всех благословит нас жить этими принципами здесь на земле. Доколе он, доколе он придет. Аминь. бежит бежит бежит